Итак, сегодня рассмотрим российскую молочную индустрию и в частности статью аналитику о росте экспорта молочной продукции. В целом, экспорт вырос за полгода на треть, если точнее, то по сравнению с уровнем 2019 года на 26 процентов. Это по данным аналитического центра milk news. Дальше приводится диаграмма по росту экспорта молока и молокопродуктов в перерасчете на молоко из России за последние 7 лет с 2012 по 2019 годы. Мы видим, что в объеме идет устойчивый рост, практически, рост почти наполовину за эти годы. В стоимостьном выражении там больше зависит рост, динамика больше зависит от курсовых колебаний. Дальше в отчете анализируются страны, которые являются потребителями молочной продукции из России и в частности это СНГ прежде всего, но и вне СНГ это, например, Монголия, Грузия, США и Китай. Китай вообще является одним из крупнейших потребителей молочки. Дальше приводятся данные по конкретным продуктам, сливочное масло, сыр, мороженое, питьевое молоко, сливки и по всем этим позициям идет рост. И что касается Китая, то самым экспортируемым продуктом в Китай является мороженое.